Зацените эти дорожки, зацените эти дорожки, которые они строят, у нас такого в городе нету, вы посмотрите на это, просто ништячки, реально, велосипедные, наконец-то мы дождались, а это пешеходные. Алло, привет. Здорово, здорово. Давно не виделись, не слышались, как проходят кременчузские серые будни, карантинные. Нормально, нормально, кстати. Как у вас вообще? Ну, отлично, у нас вообще шикарно, у нас все развивается, у нас все строится, преображается, и ты что? Да ладно, да ладно. Красота, я тебе говорю, Польша будет завидовать, короче, нам, и японцы скоро будут завидовать, наверное, уже. Тану, ты серьезно? В горишних плавнях? В горишних, именно плавнях, в самых горишних. О, так отлично, ты что? Слушай, ну, блин, велосипедные дорожки, можешь себе представить себе, что это вообще? Серьезно? Вот, серьезно, в маленьком городе, уже прям, исполошенный, 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 уже, короче, город одним словом. Да, ты что, тут вообще круто. Прикольно. Тут Европа прям в одном городе, ты знаешь, да, тут просто вообще, ты что, Америка, для меня, это Америка. Слушай, давай, заинтриговал. Давай кофе попьем? Ну, так давай, давай, езжай. Давай, я выдвигаюсь. Ну, давай, выезжай. Всем привет, добро пожаловать во влог. Это какой номер, уже не помню, но вы поняли, на чем я уже сюда приехал, хотя мне многие писали о том, что эта машина, типа, никуда не доедет. Да, она ужасно выглядит визуально. Но поверьте, снаружи все мы сделали, типа, точнее, все сделано было, и поэтому, да, меня всегда не парило, как выглядит машина, поэтому она едет, и это отлично. Ну, конечно, не сравнить с Тойотой или с Хондой, но, да. Так серьезно я не скажу. Встретился я со своим другом, мы пообщались, правда, мы пообщались до 8 вечера, поэтому не знаю, успею ли я вам показать все эти моменты, которые я вижу, а город действительно круто расстраивается, на удивление. Поэтому я сейчас быстро-быстро постараюсь показать несколько мест, которые мне понравились. Зацените эти дорожки, зацените эти дорожки, которые они строят, у нас такого в городе нету, вы посмотрите на это. Просто ништячки. Реально, велосипедные, наконец-то мы дождались, а это пешеходные. Еще вот это. Очень, очень круто сделано. Современно. Я понял, в каком районе я нахожусь. Здесь у нас, где-то неподалеку, есть кафе-хо. Жара. Я помню, где-то года 3 или 4 назад, по-моему, 2015 год, там были самые лучшие бургеры. Мы приезжали примерно год назад туда, и там была кухня так себе. Сейчас проверим, насколько все изменилось. Этого всего не было. Вот где-то год назад этого всего не было. Так что, все развивается. Круто. Я удивлен. Я был здесь, я был здесь где-то, может быть, лет так 5, хотел сказать, года 3. Не помню. В общем, я был здесь давно. Я еще играл тогда в World of Tanks. Я все знаю танки. Это типа... Это ИС-152, это ИС-3, ИС-8. Да, памятное место. Лично для меня. Ладно, поехали дальше. Поеду, не могу понять. Весь асфальт здесь разрисован. А потом я понимаю, каждая школа на выпускной. Вот 2007 год, вон 2004, вон 2012. И ты понимаешь, что все граффити, это именно выпускные школы. Прикольная традиция. Мне нравится. Они переделали набережную. Это круто. Это круто. А давно, кстати, переделали? Это давно построили? В центре. Месяц где-то? Неделя? Где-то с полгода, наверное. Полгода назад? Где-то так. Я был здесь вот буквально 2 года назад, или 3, я точно не помню. Этого не было. Это классные изменения. Блин, это супер. Народ, вы посмотрите на эту плитку. Это нечто. Это нечто. У нас такого нету. Это круто. Тут реально хочется кататься. Это... Вау. Вот так. Несколько раз. Да ладно. Тут даже мягкие съезды. Это нечто. Я все время говорю, что у нас есть жесткие бордюрки для мамочек, потому что мы гуляем постоянно с ребенком. Я езжен ему на колесе. Велосипедисты вечно выезжают на дорогу, потому что это неудобно. Вот здесь это сделано. Короче, я здесь ел бургеры очень давно. Но это было самое лучшее заведение. Я даже приезжал с Кремния именно сюда, чтобы поесть бургеры. Сейчас у нас неплохое заведение под названием Grill & Wine. Меня это сильно удивило. Я хочу попробовать бургеры, скажу вам, типа, стоит ли сюда ехать отдыхать. Итак, народ, у нас 9 вечера, в битве между бургерами победил гриль энд вайн, а второе место слело поседает жара. У них изменилось меню, немножко не так, как было, но все равно вкусно. Самое главное, что там именно, мне больше всего нравится, ну не так как кухня, капучино, кстати, крутое капучино, да. Вот не так кухня нравится, а атмосфера, там такая атмосфера приятная. Ну и плюс, когда меня рассчитывали, то ли это был администратор, то ли хозяин заведения, я не знаю. Но фишка в том, что они сказали, знаете, если вам что-то типа не понравилось, надо было нам сказать. А там был такой момент, что они немного пересолили картошку. Но опять же, это я не ем соль, мне не нравится. Может для меня это соленое, а для вас в самый раз. Поэтому решать вам. Очень темно, я вот выкручиваю параметры камеры на максимум. Но сейчас подведем быстренько итоги. Итоги. В общем, город мне понравился, честно. По сравнению с Кремнем, вот Комса растет, ребята, Комса вырастает. Это круто, это просто нечто. Конечно, здесь тоже есть раскоцанные дороги, свои приколы, но, но в них строят велодорожки. У нас нету. Я очень люблю вот сейчас двигаться на моноколесе, и здесь есть велодорожки. Да, они только строятся, но это прогресс. Ты смотришь, город более зеленый. Там то доделали, там то доделали. И, ну, эмоции переполняют. Типа, ты давно здесь не был, и мне нравится. Здесь даже мне кажется, что воздух что ли почище. Но это не точно. Я думаю, я думаю, что я хочу записать большое видео. Вот хочу сделать большой выпуск про этот город. Про минусы, про плюсы, вот показать его всего. Да. Думаю, я сделаю. Но вообще крутой городок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»